Я рад вас приветствовать. Я сразу в первую очередь хочу извиниться, что не получилось в этот раз добраться до вас телесно, но хоть так на расстоянии смогу представить вам свой доклад. Спасибо большое организаторам за эту потрясающую возможность. Мой доклад называется «Проблема диахронического соблюдения условий моральной ответственности в страсонианских теориях». В первую очередь, наверное, скажу, что доклад является этакой суммой большого трехлетнего проекта, который мы с коллегами вели касательно моральной ответственности. Моя часть этого проекта касалась проблематики тождества личности в контексте вопроса о моральной ответственности. И сегодня я хотел бы представить обобщенные результаты своей работы в рамках этого проекта. Главными результатами моей деятельности стало отстаивание трех тезисов. Вот сегодня кратко я их хочу представить. Во-первых, это утверждение о том, что для корректного соблюдения условий уместности возложения моральной ответственности, как они понимаются в современных страсонианских теориях, личность на момент возложения моральной ответственности должна быть той же самой, что и личность, совершившая соответствующее действие, за которое эта моральная ответственность возлагается. Это первый тезис, что личность в один момент времени должна быть той же самой, что и в другой, чтобы условия моральной ответственности выполнялись, как они формулируются в страсонианских теориях. Второй тезис – это тезис о том, что тождество личности не имеет значения для страссынианской моральной ответственности. И третий тезис – это тезис о том, что два первых тезиса не противоречат друг другу. Вот я последовательно эти три тезиса попробую разобрать. Значит, в первую очередь, касающиеся условий уместности возложения моральной ответственности, как они понимаются в страссынианских теориях моральной ответственности, почему я ограничиваюсь именно этими теориями моральной ответственности? Ну, потому что на сегодняшний день они представляются ведущими теориями моральной ответственности, они занимают господствующее положение в современной литературе по вопросам моральной ответственности. Их отличает ряд особенностей от других теорий. В первую очередь это сама постановка вопроса. Вопрос в них ставится не о том, что значит быть морально ответственным, а вопрос в них ставится о том, когда возложение моральной ответственности является уместным. При этом возложение моральной ответственности понимается через реактивные установки, через естественные эмоциональные реакции на действия других людей, такие как обида, негодование, признательность, благодарность и тому подобное. Вот условиями, в основном прояснением условий уместности возложения моральной ответственности, эти теории главным образом и заняты, таких условий формулируется множество. Они все разные, но вот если их некоторым образом обобщить, то можно увидеть, что по крайней мере два условия содержатся практически во всех строссенянских теориях. Они восходят к самому строссену, к его знаменитой статье «Свобода и обида». Сам строссен формулирует их через формулировку извиняющих обстоятельств. Строссен говорит о том, что мы склонны снимать или снижать моральную ответственность в двух классах случаев. Каждый из этих классов подразделяется еще там на два. Я не буду вдаваться в детали. Суть в том, что первый класс извиняющих обстоятельств таков, что в силу этих извиняющих обстоятельств мы склонны рассматривать вред, причиненный нам или какому-то другому лицу, как то, за что совершивший его агент или личность не является в полном смысле ответственным, поскольку этот вред в полной мере не зависел от этого агента. Он не может быть ему атрибутирован, можно так сказать. Или можно сказать, что в данном случае личность, совершившая соответствующее действие, нанесшая вред, не является в собственном смысле слова агентом данного действия. То есть данное действие этой личности в полном смысле не атрибутируем. Ну, это такие извиняющие обстоятельства, например, как когда мы говорим, что человек был сам не свой, он не понимал, что он делал, или он не то имел в виду, он хотел сделать что-то другое и так далее. Второе класс извиняющих обстоятельств – это класс, связанный с самой моральной агентностью, когда мы считаем агента, совершившего действие, не являющимся моральным агентом, то есть не принадлежащим сообществу моральных агентов, не являющимся тем, кто в принципе способен нести моральную ответственность. По Строссену, чтобы быть агентом действия, то есть чтобы первые условия соблюдались, агент должен обладать тем, что сам Строссен называет качеством воли. Строссен трактует это через установки доброй и злой воли, привязанности или пренебрежения другими людьми. Ну, в современной литературе эти установки трактуются расширительно, в том числе через качество характера, качество убеждений и так далее. Что же касается моральной агентности, то чтобы личность была моральным агентом, она по Строссену должна обладать определенными моральными способностями. Строссен приводит ряд красноречивых примеров, но не углубляется в перечисления, тем более, сколь-либо полные этих моральных способностей. Сегодня под ними понимаются нередко обладание свободной волей, отзывчивость к оставаниям действий, обладание рядом компетенций, как фактических, так и моральных и так далее. Вот если агент обладает релевантным качеством воли и определенным набором моральных способностей, то по Строссену он будет тем, по отношению к кому будет уместно испытывать соответствующие реактивные установки моральной реакции, то есть тем, на кого уместно возлагать моральную ответственность. Если же одно из этих условий не соблюдается, то не будет уместным объектом моральной ответственности. И в современных теориях моральной ответственности, строссенянских, то есть тех, кто принимает такую же постановку вопроса и вообще работает примерно в той же конве, оба эти условия обычно сохраняются, к ним добавляется порой ряд других, из-за чего их нельзя считать достаточными условиями моральной ответственности, но их можно считать, по крайней мере, необходимыми условиями. Мы можем поставить вопрос, в какой момент эти условия должны соблюдаться. Ведь очевидно, что нередко совершение некоторого действия и возложение моральной ответственности за него осуществляются, вообще говоря, в разные два момента и не обязательно должны совпадать по времени. То есть должны ли оба условия соблюдаться только, например, в момент совершения действия или только в момент возложения моральной ответственности, или в оба момента, или где-то в промежутке, или как-то еще. Строссенянские теории моральной ответственности обычно этот вопрос подробно не анализируют. Тем не менее, из примеров, которые регулярно фигурируют и обсуждаются в этих теориях, можно сделать, из других косвенных рассуждений, можно сделать вывод, что два этих условия должны соблюдаться в оба момента времени. Как в момент совершения действия, так и в момент возложения моральной ответственности за него. Ну, скажем, что касается условий моральной агентности, предполагается, что если в момент совершения действия личность не обладала релевантными моральными способностями, не обладала свободой воли, не понимала моральную значимость своих поступков и так далее, то на нее будет неуместно возлагать моральную ответственность за это действие и в какой-то будущий момент времени. Точно так же, если личность обладала моральными способностями в момент совершения действия, но не обладает ими в момент возложения моральной ответственности, Если на момент возложения моральной ответственности она, скажем, находится в коме или совершенно сошла с ума, погрузилась в полнейшее помешательство и более не обладает релевантными моральными способностями, то обижаться на нее или благодарить ее за какие-то ее прошлые благие поступки, как предполагается, было бы так же не вполне уместно. То же касается и качества воли. Если личность не обладала релевантным качеством воли в момент совершения действия, если это качество воли не выражалось в этом действии, то ничто просто не будет связывать данную личность с этим действием. Выражение качества воли предполагает наличие каузальной и содержательной связи, которая обеспечивает атрибуцию действия личности. Но без этой связи действие просто не будет приписываемо личности. Если это происходит в момент совершения действия, личность не будет агентом данного действия, в любой последующий момент времени на нее будет неуместно возлагать моральную ответственность. И точно так же, если в момент возложения моральной ответственности личность не обладает релевантным качеством воли, ей точно так же нельзя будет приписать соответствующие действия и будет неуместно возлагать за нее моральную ответственность. Это может случиться опять же в случае психических нарушений, того же впадения в кому, но это может случиться и вследствие радикального исправления личности. Если в прошлом она совершила какой-то дурной поступок, а впоследствии исправилась и стала практически святой, то вот на такую святую личность, как предполагается, было бы неуместно обижаться за прошлый дурной поступок, поскольку он был бы уже ей не атрибутируем в момент возложения моральной ответственности. Таким образом, мы можем сделать вывод, что для уместности возложения моральной ответственности личность должна удовлетворять как условиям агентности действия, так и условиям моральной агентности в оба момента времени, как в момент совершения действия, так и в момент возложения моральной ответственности за него. Возможны различные трактовки условий этого удовлетворения, то есть может ли личность терять, например, эти релевантные качества воли и моральные способности где-то между действием и возложением моральной ответственности за нее, или не может. Но в минимальном случае, чтобы влезать в эти детали, можно сказать, что если личность сохраняет те же самые качества воли и моральные способности на момент возложения моральной ответственности, те же самые, которые были у нее в момент совершения действия, то она может быть уместным объектом возложения моральной ответственности. Если не сохраняет, то возлагать на нее моральную ответственность будет неуместна. Это черта, которая в том числе отличает страсынианскую трактовку моральной ответственности от других трактовок моральной ответственности. Например, от трактовки моральной ответственности в смысле базовой заслуги. Трактовка моральной ответственности в смысле базовой заслуги предполагает, что личность будет морально ответственной за совершенное ей благое или дурное действие, если в момент совершения данного действия, совершая дурной предосудительный поступок, личность понимала, что совершает дурной предосудительный поступок, а если она совершала какой-то благой поступок, она понимала, что она совершает морально благой поступок. И на этом точка. В таком случае, вне зависимости от всех прочих изменений личности, вне зависимости от того, будут ли сохраняться у нее моральные способности и релевантное качество воли, в смысле базовой заслуги личность будет сохранять моральную ответственность в любое последующее время, независимо ни от чего другого. В случае же стрессынянских теорий условия моральной агентности и агентности действия должны, похоже, соблюдаться в оба момента времени. Но мы можем представить такие случаи, в которых хотя формально существует личность в момент совершения действия, удовлетворяющая этим условием, и существует личность в момент возложения моральной ответственности, удовлетворяющая этим условием, Тем не менее, возложение моральной ответственности будет неуместным, при этом не в силу несоблюдения каких-то других обычно выделяемых, нередко выделяемых условий моральной ответственности, но в силу того, что эти условия будут удовлетворять две разные личности. Мы можем представить себе, например, какой-нибудь совершенный дурной поступок из дурного качества воли, из злой воли, и можем представить, что на следующую уже ночь после его совершения вот это вот самое качество воли, вот тот паттерн мозга, который отвечал за эту дурную черту характера или дурное убеждение, был пересажен к какой-то дурной личности. Если обе личности в равной мере являются полноценными моральными агентами, то это будет означать, что у нас в один момент времени есть личность, которая является полноценным моральным агентом и обладает релевантным качеством воли, связывающим ее с действием. И в другой момент времени у нас есть личность, которая также полноценный моральный агент и обладает вроде как тем же самым качеством воли, в силу которого было совершено прошлое действие. Тем не менее, кажется, что возлагать моральную ответственность за прошлый дурной поступок, на эту новую итоговую личность, обладающую былым злым качеством воли, было бы неуместно, что данная личность в целом не совершала того дурного действия, которое было совершено некой сторонней личностью. В силу этого снимать с нее моральную ответственность. Примеры подобного рода, большей или меньшей степени показательности, свидетельствуют о том, что это означает, что по всей видимости, чтобы условия уместности возложения моральной ответственности, условия агентности действия и моральной агентности соблюдались корректным образом, в два момента времени, в момент совершения действия и в момент возложения моральной ответственности за него, они должны соблюдаться одной и той же личности. Точнее, той же самой личности. Личность, на которую возлагается моральная ответственность, должна быть той же самой, что и личность, совершившая соответствующее действие в прошлом. Тем самым обосновывается первое положение о том, что для соблюдения условий уместности возложения моральной ответственности, как они формулируются в стрессонянских теориях, личность на момент возложения моральной ответственности должна быть той же самой, что и личность, совершившая действие, за которое эта моральная ответственность возлагается. Строссонианские теории обычно не содержат анализа условий сохранения личности в релевантном смысле той же самой истечением времени. Этим занимаются теории тождества личности. Этим обосновывается релевантность проблематики моральной ответственности с проблематикой тождества личности. Обычно отношение быть той же самой личностью, которая требуется в строссонианских теориях, понимается в теориях тождества личности как отношение нумерического тождества личности. Однако при более внимательном рассмотрении можно убедиться, что в тех теориях тождества личности, в которых утверждается необходимость тождества личности для моральной ответственности, сама эта моральная ответственность понимается не так, как она понимается в строссонианских теориях. В тех же теориях тождества личности, в которых моральная ответственность может быть истолкована в строссонианском ключе, в них содержатся специальные аргументы о том, что тождество личности не является необходимым для моральной ответственности. И отсюда вытекает второй тезис о том, что тождество личности не является необходимым условием строссонианской моральной ответственности. Ну, действительно, если мы возьмем, скажем, субстанционалистскую теорию тождества личности, в которой личность понимается как чистая ментальная сущность, душа или картезианское я, то увидим, что в ней отношение быть той же самой личностью понимается через нумерическое тождество личности. Что же касается моральной ответственности, то Свинберн, например, один из виднейших представителей этого подхода, предполагает, что тождество личности является необходимым и более того достаточным условием для моральной ответственности. При этом тождество души во времени не зависит ни от каких изменений психологических или физических состояний. Свинберн прямо пишет о том, что если личность совершила некое действие, то она останется морально ответственной за него даже и через 20 лет, независимо ни от каких физических и психологических изменений, просто в силу нумерического тождества ее души. Это помогает Свинберн, в частности, оправдать возможность посмертного воздаяния. Такая трактовка моральной ответственности явным образом отличается от Сарсониадской. Во-первых, она допускает возможность возложения моральной ответственности на того, кто не является ни агентом действия, ни моральным агентом на момент возложения моральной ответственности. Скорее, это похоже на трактовку моральной ответственности в духе базовой заслуги. Моральная ответственность, зависящая исключительно от соблюдения условий в момент совершения действия, но ни от каких будущих психологических или физических изменений. И даже если субстанционалистское тождество личности является необходимым условием такой моральной ответственности, оно не является необходимым условием стрессынянской моральной ответственности. Аналогичная касается и нарративной теории. В ней личность понимается как абстрактный или фиктивный объект. Ее сохранение той же самой также определяется здесь через нумерическое тождество личности, которое задается единством нарратива личности, ее жизненной истории. Тем не менее вопрос о тождестве личности в нарративной теории оказывается производным от вопроса о характеризации, то есть о том, какие действия, черты характера, другие психологические элементы могут быть приписаны личности, могут быть элементами ее единого нарратива. И в этой связи нарративисты предъявляют специальные требования к нарративу, являющиеся условиями атрибуции действий психологических черт личности. Это требования последовательности, то есть непротиворечивости нарратива, требования интеллигибельности, то есть элементы в нем должны соотноситься понятным образом, объяснять друг друга, вытекать друг из друга и так далее. Требования телеологичности, важно учитывать цели, ради которых действовала личность, требования последовательности нарратива, непротиворечивости, требования повествования от первого лица, что признается принципиально значимым и гораздо более значимым, чем повествование от третьего лица. Это подтверждение какими-то сторонними свидетельствами и фактами и так далее. Таких условий множество в различных нарративных теориях, они несколько разнятся, но вот в общем и целом их можно так представить. В нарративизме, в нарративной теории тождество личности также признается необходимым условием моральной ответственности. Чтобы агент, чтобы личность была морально ответственной за некое действие, это действие должно быть корректно атрибутируемое, должно принадлежать ее единому нарративу. Для этого оно должно удовлетворять, по крайней мере, перечисленным условиям, возможно, и некоторым другим. Но эти условия, как можно заметить при более внимательном рассмотрении, отличаются от тех условий, которые выдвигаются в страсынианских теориях для атрибуции действий. И порой условия страсынианские атрибуции действия и нарративные условия атрибуции действия существенно расходятся, что ведет к различной оценке по вопросу о моральной ответственности в тех или иных конкретных случаях, скажем, в случаях нехарактерных, тайных действий и тому подобное. Некоторые действия могут не удовлетворять нарративистским критериям, вследствие чего не попадать в нарратив личности. В таком случае, согласно нарративистам, личность не будет за них ответственна. С другой стороны, они могут при этом удовлетворять страсынианским теориям атрибуции действий. И согласно страсынианским теориям, личность в таком случае будет за них ответственна. Помимо вот этого расхождения, важно также отметить, что в нарративизме, так же как и в субстанционализме, единожды корректно атрибутированной личности действия остается навеки ей атрибутированной. И личность навсегда остается морально ответственной за нее. Если некое действие было корректным образом вписано в ее нарратив, вписано в ее жизненную историю, то быть исключенным из этой жизненной истории оно уже фактически не может. Оно составляет его неотъемлемую часть. Опять же, как и в случае с субстанционализмом, это означает, что вне зависимости от всех будущих изменений физических или психологических данной личности, ей будет корректно атрибутировать то прошлое действие и возлагать моральную ответственность за нее. Это значит, что даже если, согласно стрессонянским критериям, она больше не будет ни агентом действия, ни моральным агентом, согласно нарративистским условиям, ей все еще можно будет приписать данные действия и возлагать за него моральную ответственность. Это также говорит о том, что моральная ответственность в нарративизме, похоже, понимается отличным образом от того, как она трактуется в стрессонянских теориях, и что также сближает эту трактовку с трактовкой моральной ответственности в смысле базовой заслуженности, но со многими ограничениями и дополнениями, налагаемыми нарративистской теорией самостоятельно. Есть другой класс теорий тождества личности, в которых моральная ответственность чаще всего, или по крайней мере может быть, истолкована в стрессонянском духе. Это и биологический подход, и психологическая теория. Однако в них можно отыскать специальные аргументы, направленные на демонстрацию того, что тождество личности не является важным, значимым для моральной ответственности. Но вот в биологическом подходе, например, личность понимается как организм, отношение быть той же самой личностью здесь также понимается через нумерическое тождество личности, и оно задается сохранением физической непрерывности тела или мозга личности, сохранением ее организма, жизненных функций, метаболизма и тому подобного. Эрик Колсон, один из главных сторонников данной теории, указывает на то, что можно показать, что моральная ответственность и тождество личности расходятся. Если мы представим, например, в случае пересадки мозга. В случаях пересадки мозга личность не переносится вместе с мозгом. Личность остается в теле, которую покидает мозг. Однако все, что касается моральной ответственности, поскольку в стрессонянских теориях она зависит исключительно от психологических факторов и элементов, кажется, переносится вместе с мозгом. У нас есть очень сильная интуиция считать, что в итоговой личности, которой будет пересажен мозг, если в ней будут сохраняться те же самые моральные способности, качество воли, все другие психологические элементы и черты характера, то на эту итоговую личность будет вполне уместно возлагать моральную ответственность. Но при этом тождество личности не сохраняется. Олсен также показывает и обратные случаи, демонстрируя, что если бы мы возлагали моральную ответственность именно в связи с тождеством личности, в связи с сохранением тождества личности, то получали бы всякую ерунду типа обиды на безмозговое тело. Таким образом, Олсен считает, что тождество личности не является необходимым для моральной ответственности. И схожие аргументы можно найти в психологической теории тождества личности. Здесь ключевыми являются случаи ветвления. В двух словах, биологический подход строится на отношении прямой психологической связи, то есть непосредственного сохранения тех или иных психологических элементов. Если их сохраняется много, можно говорить о сильной психологической связности. Она конституирует психологическую непрерывность, если есть цепочка непрерывных звеньев в сильной психологической связности. Если у этой психологической непрерывности сохраняется она в силу правильного типа причин, ее можно назвать R-отношением. И вот R-отношение – это и есть ключевое отношение в психологической теории. Проблема, однако, в том, что в R-отношении, в отношении психологической непрерывности с правильным типом причины, некая личность в один момент времени может стоять более чем с одной личностью в другие моменты времени. Тождество личности в данной теории определяется как неразветвленное R-отношение, то есть это подвид R-отношения. И вот тождество личности, как демонстрирует психологическая теория, не является необходимым условием моральной ответственности. Если одна личность будет находиться в R-отношении с более чем с одной личностью в другой момент времени, эти две будущие личности можно считать ее продолжателями, так сказать. Есть большой соблазн возлагать именно на них моральную ответственность, поскольку именно они, обладая психологической непрерывностью с исходной личностью, могут, по крайней мере, обладать теми же самыми моральными способностями, качеством боли и так далее. Элементарный случай такого ветвления – это случай копирования личности. Представьте, что мы создаем полный физический, психологический дубликат убийцы. Вот сторонники психологической теории будут утверждать, что обе итоговые личности стоят в R-отношении с исходной личностью. Однако тождество личности не соблюдается. Но, тем не менее, копируя преступника, мы не получаем одного преступника и одну невинную личность, которая начинает жизнь с чистого листа. Мы получаем двух преступников. И по отношению к обоим из них будет уместно возлагать моральную ответственность за прошлые дурные деяния. Таким образом, у меня уже заканчивается время, я вижу, но мы видим, что у нас, похоже, обосновывается второй тезис. Мы рассмотрели четыре ключевых теории тождества личности, которые имеются на сегодняшний день. И ни в одной из них тождество личности не является необходимым условием стрессонианской моральной ответственности. Кажется, что первый и второй отстаиваемые мной тезисы, тезис о том, что согласно стрессонианским теориям личность должна оставаться той же самой, что она была прежде на момент возложения моральной ответственности, и тезис о том, что тождество личности не является условием моральной ответственности, противоречит, входит в какой-то клинч друг с другом. Однако можно показать, что это не так. Дело в том, что, как я сказал, в субстанционализме, нарративной теории, биологическом подходе отношение быть той же самой личностью действительно понимается через тождество личности. Но в психологическом подходе, сторонники психологического подхода не обязаны принимать такую трактовку. Они могут прямо утверждать, что R-отношение, то есть более широкое по отношению к тождеству личности отношение, допускающее обетвление, является как раз тем отношением быть той же самой личностью. Что два копированных преступника в релевантном, по крайней мере, для моральной ответственности смысле, являются каждой той же самой личностью, что и изначальных преступников. И поскольку такая трактовка вполне допустима, и находит много текстологических подтверждений, отдельных аргументов, похоже, она действительно позволяет прояснить отношение сохранения личности той же самой во времени, требуемой в трассонянских теориях, прояснить условия этого сохранения и показать, что несмотря на то, что тождество личности действительно не важно для моральной ответственности, важно отношение быть той же самой личностью, то есть R-отношение вне зависимости от его разветвленности или неразветвленности. На этом я закончу. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей, за выступление. Времени на вопросы у нас уже не осталось.